Почтить память наставника сотен сочинских ребят пришли коллеги, ученики, друзья и родственники. Сегодня в честь 80-летнего юбилея заслуженного тренера семья Пахмутова передала в Музей спортивной славы курорта новые экспонаты – баскетбольный мяч и майку Юрия Ивановича. Мы все благодаря Юрию Ивановичу, скажем так, с детства были увлечены баскетболом. Этот человек, который привил нам эту любовь, до сих пор я помню его девиз, который был у него, не знаю кем, но просто выжжен на дверях, где лежали мячи баскетбольные. И вот там было написано, что тот, кто не хочет, ищет причины, а тот, кто хочет, ищет возможности. Вот для многих это стало девизом. 50 лет Юрий Пахмутов посвятил развитию баскетбола в Сочи и до последних дней жизни тренировал юных сочинцев в спортшколе номер два. Вырастил таких известных российских спортсменов, как братья Пашутины Вячеслав Дубко. Сегодня отмечают представители спортивной отрасли. Баскетбол в городе популярен в том числе и благодаря ему. Этим видом спорта в Олимпийской столице сегодня занимается 5000 человек. Конечно же мы говорим в этом музее о том, что без истории не может быть будущего. Мы чтим, мы помним те достижения, которые добивались наши сочинские спортсмены. Нам приятно, что сегодня это мероприятие проходит здесь в музее, который уникален тем, что рассказывает об истории развития сочинского спорта. Гордимся тем, что у нас постоянно пополняются экспозиции. Нам всегда есть, что рассказать тем гостям, которые приходят сюда. 29 марта в детско-юношеской спортшколе номер два на улице Паярка, а именно там, где и работал Юрий Пахмутов, снова вспомнят своего наставника. Там пройдет турнир памяти заслуженного тренера.